Дальше смотрим. Анал монет. Понимаете, здесь творческий подход тех создателей монет. Дальше даже, я думаю, смотреть не надо. Вдруг мы сейчас какое-нибудь еще не по трепству. Лизун. Я зашел. У меня там на балансе 816 доги. Это было в декабре. Я так очень удивился. Приятно, конечно, удивился. Это где-то было по тому курсу. Где-то около 200 долларов. Может даже больше. Централизованной биржи. Раздача на 23 доллара в их монетках. Завтра они собираются уже листиться на Мекс. Ребята, привет! Итак, сегодня будем смотреть такую интересную раздачу. Даже не раздачу. Хотя не пишут, что аирдроп. Ну, здесь такое... Я бы назвал это больше... Такое ежедневное получение. Выполнение заданий. И получение, как у них написано здесь, монета Fast Dollars. Итак, ребята, смотрите сразу. Я вообще любитель с точки зрения психологии, нейропсихологии рассматривать это. Смотрите, просто давайте разбираться. Я за то всегда топлю, чтобы вы были осознанными инвесторами. Или бизнесменами. И вообще к деньгам надо подходить всегда осознанно, без эмоций. И смотреть, как нам пытаются что-то продать. Как нам в голове вообще все устроено. Наше сознание реагирует на все эти, так сказать, рекламные уловочки. Ну, смотрите. Например, за регистрацию они платят 300 Fast Dollars. Fast Dollars. Это название их монеты, которую они раздают в аирдропе. Смотрите. Сколько она стоит, никто не знает. Нигде никакой информации я не нашел. Но, смотрите, что у нас происходит в голове сразу. Доллар, доллар. Сразу пучок этот ассоциативных связей вытаскивает именно то, что у нас связано с долларом. Еще бывает, знаете, такие, ну, тоже они пишут, видите, как сокращено. FUSD. То есть, раз у нас сразу думается, ну, 300, да? 300 чего? FUSD. Нам кажется, 300 долларов. Вау, круто, классно. На самом деле, никто не знает, какой здесь будет курс. Может быть, 0.1, 0.0, 0.1, 0.1, может там 0.0, 0.1, а может быть и 10 FUSD. Тут, как бы, никто не знает, что будет. Но мы осознанно подходим к этому и разбираемся в данном аирдропе. Аирдроп от биржи Йобит. Йобит и Хуёбит. Мои две любимые биржи. Ну, точнее, два названия. Смотрите, по Йобиту, по Йобиту, ну, по Йобиту, да, биржа. Тут, ну, никуда не денется. Йобит биржа, значит, так и будем ее называть. Смотрите, какой мой опыт работы с данной биржей. Я здесь не торгую. Я здесь, ну, до этого момента ничего не делал. Но какие-то моменты в моей жизни, они присылали сообщения. Я очень давно здесь зарегистрирован. И тоже на какие-то аирдропы. У них были аирдропы. Они раздавали именно какие-то монетки. И вот там у меня на балансе до сих пор куча каких-то монет. Там можно было просто тоже каждый день заходить, нажимать что-то такое. У них какие-то здесь даже что-то типа казино какой-то. Дайс называется там. Угадал. Угадайка такая. Угадал там, получил там свои монеты. Там они удвоились. Или там 40% сверху капнули. Не угадал. Все, до свидания. Но, смотрите, давайте посмотрим, сколько у меня монет и какие здесь монеты осталось. Они раздавали там разные монеты. Токен, вот смотрите, 8 штук их раздали. Ну, они тут, правда, ничего не стоят, наверное. Дальше смотрим. Анал монеты. Вот, ну, понимаете, здесь вот творческий подход тех создателей монет. И, как бы, чем еще хороша биржа, здесь не надо проходить куст, так называемый, идентификацию. Не надо документы свои там слать кому-то. И поэтому, видно, это, так сказать, раскрывает фантазию большинства создателей монет. Анал, Лиза, дальше смотрим, какие еще здесь прикольные. Солар, ну, Бипок, Европа, нормально, Вумен, Линда. Да, то есть, дальше даже, я думаю, смотреть не надо, вдруг мы сейчас какое-нибудь еще непотребство. Лизун. Ну, то есть, Лизун. Ребята, вот, поставьте лайк тем, кому понравились эти монеты, название Мани. Ну, как, это очень оригинальное название монету. Можно назвать Мани. Там, ну, Долларс, да, можно назвать там еще, да. Дальше будет еще чуть-чуть. Бани, Мистик, Йотра. Сейчас будут Понци, Вейвс, Вейвс. Даже, смотрите, если это тот самый Вейвс, 0, 0, 0, у меня один есть. Лана. В общем, смотрите, ТРХ и там, ну, это уже дальше более-менее такие нормальные монеты пошли. В общем, ребята, давайте просто сделаем тогда конкурс на самое оригинальное название монеты. Тоже разыграю криптовалюту. Давайте под видео в комментариях напишите какое-нибудь самое оригинальное. Ну, только, ребята, давайте у нас тут YouTube не любит непотребство. Будет банить, если какие-то совсем непотребные. Так что, комментарии. Давайте в названиях придумайте какое-нибудь самое оригинальное название монеты. И, может, мы ее залистимся, попросим на биржу Йоббит, скажем, что у нас самое оригинальное название. И выпустим монету, и залистим ее, и будем там, ну, как бы, поедем куда мы, на Майами, там, или куда, на Бали сказочное. Давайте, ребята, так и сделаем. Конкурс, в общем, такой. Смотрите, ребята, что нужно сделать. Поставить лайк просто за то, что тут такие монеты бывают. И такая крутая, реально оригинальная биржа с такими крутыми, оригинальными названиями монет. И напишите в комментариях какое-нибудь прикольное название. То есть, там, монета, там, например, там, я не знаю. Ну, Тузимун, это, как бы, уже заезженное, да. А вот какой-нибудь, там, ну, Тлизун, это прикольно, да. Там, ну, только, ребята, без каких-то, там, переборов, чтобы, там, не банили ваши эти комментарии. Давайте. А я разыграю, как только наберется 50 комментариев, как обычно, разыграю вам крипту, которую можно стейкать, получать пассивный доход, как мы все любим. Теперь, ребята, давайте вернемся все-таки к данному, данному аэрдропу. Ну, отвлеклись мы, аэрдроп серьезный. И вдруг, опять же, там, смотрите, что я вспомнил. Я начал искать, там, по выводам. Я помню, доги, там, откуда-то. Или раздавали они, или что-то такое. Я вот, помню, зашел, мне прислали, там, какое-то письмо от них, уведомление. Я зашел, у меня, там, на балансе 816 доги. Это было в декабре. Я, ну, я так очень удивился. Приятно, конечно, удивился. Это где-то было по тому курсу, где-то около 200 долларов, может, даже больше. Ну, поблагодарил и все. Тоже, там, каким-то образом, я не знаю, куда-то я здесь нажимал, в каких-то аэрдропах участвовал. И получил такую приятную, такое, из прошлого котлетку доги коинов. Поэтому, я думаю, что в данном аэрдропе очень можно, ну, я не знаю, тут, конечно, все 50 на 50, но все-таки, возможно, здесь, если судить, опять же, давайте исходить из того, что если судить из прошлых раздач, на которых, там, неоднократно, там, ребята насыпали хорошие, там, котлетки, и доги коинов, и, там, еще других монеток, здесь, возможно, тоже очень хорошо заработать. К тому же, смотрите, здесь задания простейшие, давайте разбираться. Плюс задания есть ежедневные. Я смотрю здесь, вот, каждый день один раз можно, то есть, каждый день можно Telegram, Bot, я так и не понял, что здесь надо было сделать. Ну, нажимаете, здесь элементарно нажимаете, и, там, переходите на задание. За регистрацию вам сразу дают 300 быстрых, очень быстрых, сочных, красивых фаст-долларосов. Смотрите, проверяют их, там, ну, там, то есть, вы зарегистрировали, нажимаете выполнить, и вам, там, они какие-то, какое-то время они проверяют. Вот, через 7 дней после проверки. То есть, здесь будет этот аэрдроп проходить аж до июня. То есть, у вас еще, там, месяц, может быть, два, зарабатывать эти монетки, заходить, выполнять какие-то действия простейшие. Вы здесь посмотрите, здесь все элементарно. Если, например, вы никогда не трейдили, то можете и не трейдить, и не нужно это вам. Здесь куча всяких, там, ну, какие-то задания. Давайте посмотрим. За 10 сообщений в чате, я думаю, ну, легко, 400 долларов, фаст-долларсов заработать. С одной стороны, вроде, как бы смешно, да, 10 сообщений. Вы в день, наверное, общаетесь с друзьями, тысячу сообщений. А здесь шанс, опять же, не 100%, никакой гарантии нет. Вы сами знаете, да, никаких гарантий, риски есть, гарантий нет вообще. В криптовалюте, в интернете, здесь просто возможности. Мы, как инвесторы, мы прокачиваем свое денежное такое сознание, денежную мышцу. Мы ищем возможности. И сразу же понимаем наши риски. Если для вас, например, ну, я как вот, краткий сейчас для вас будет курс риск менеджмента такой, юмористический. Смотрите, сразу смотрите. Если вы собираетесь сделать какое-то действие, например, заработать деньги. И смотрите, задавайте себе вопрос, сколько это для вас. Если в деньгах, например, какая-то инвестиция, сразу задавайте себе вопрос. Боитесь вы потерять эти деньги? Если там, например, вам 100 долларов нужно инвестировать и думаете, что вы заработаете там сколько-то денег. И для вас эти 100 долларов, ну, как бы, серьезная там сумма, то лучше этого не делать. Здесь то же самое. Например, 10 сообщений в чате. Здесь вы, прикидывайте, 10 сообщений для меня это, ну, минута, там, может, там, 2 уйдет. То есть вы на одну чашу весов положили свои 2 минуты жизни и на другой 400 фаз долларов, которые никто вам не гарантирует ничего. Но, с другой стороны, если у вас есть более такое какое-нибудь крутое занятие, за которое вы там уже точно знаете, вы реальных 400 долларов заработаете, тогда, естественно, вы это делать не будете. Вот такой вот краткий курс по риск менеджменту. То есть складывайте то, что вы вкладываете, например, здесь вы время вкладываете, 2 минуты и потенциальную выгоду, да, 400 фаз долларов. Например, для вас, ну, и для всех нас они сейчас ничего абсолютно не стоят. Ну, а вдруг такое случится, что даже если они там будут там 10 центов стоить или там 1 цент, вы 4 доллара или там 40 долларов, а может, и даже и правда 400 долларов. Вдруг там еще какой-нибудь памп устроят или еще что-нибудь и вначале их можно будет продать. Никто не знает этого. Вы потом словите Фома и будете думать, почему я эти 2 минуты потратил на то, что там погнал там в танки, катнул каточку, да, или там с друзьями где-нибудь залипнул там. Какой-нибудь Мымчанский посмотрел, да, попоржал. Ну, дальше смотрите, тут, в общем, смотрите, ребята, что еще тут можно делать? Видео в Ютубе. Вот я сделаю видео, я им пошлю, наверное, я не знаю, что выполнить надо ссылку, наверное, какую-то, ну, может и нет, будет лень. За видео в ТикТоке. Вы можете в ТикТоке, у нас много очень, ребят, ТикТокеров, там, взяли, сняли какой-то ТикТок, отослали. Смотрите, 1400 фастдолларусов, даже если они будут 1 цент стоить, ну, это уже жирно. Пост в Фейсбуке, Фейсбук не катит, не канает, всего 500 фастдолларусов дает. В ВК тоже что-то не особо, как бы, ну, то есть в ТикТоке, понятно, больше трафа и на Ютубе. Дальше смотрите, что тут за рефералов, да, рефералы, вот реферальная ссылка, даете своим друзьям. Я всегда только за реферальные все вознаграждения, потому что, ну, реально, это, по сути, что такое реферальный и партнерский бизнес? Это построение бизнеса реально, только в интернете, где у вас больше возможностей. Если в обычном бизнесе вам надо и вложение, там, от 10 тысяч долларов и, как бы, конкуренция и все такое, ну, здесь в интернете вы строите тот же самый бизнес. То есть вы привлекаете себе ребят, которые тоже хотят зарабатывать, вы зарабатываете, они зарабатывают, и всем хорошо. За проверку пользователей. Ну, это задание для этих, наверное, да, для крыска, которые, да, палят других людей, там, кто-то там, наверное, админам лень проверять это все. Они берут там и кидают, и находятся такие «нехорошие» в кавычках. Шучу, конечно, ребята, это юмор, вы понимаете, да, ну, которые люди приходят и проверяют. Ну, и платят всего 100-100 быстрых долларов. Поэтому, не знаю, я думаю, у нас в команде и те ребята, которые смотрят меня, и таких не будет, которые будут за проверку, там, то есть палить других ребят, которые, там, что-то сделали, что-то не сделали. Ну, а с другой стороны, я никого не осуждаю, все люди должны сами четко все это определяться и какие-то нести ответственность за свои действия. Итак, смотрите, ребята, по этому все понятно. Я думаю, если какие-то вопросы, пишите в комментариях под видео. Смотрите, также те, кто еще не подписан на мой телеграм-канал, вышли там буквально вчера-сегодня очень интересные проекты. Тоже вот от децентрализованной биржи, раздача на 23 доллара в их монетках. Завтра они собираются уже листиться на Мекс. Как это будет 100%, естественно, никто не гарантирует. Но те же 23 доллара пропустить, я думаю, не стоит. Здесь Минт бесплатных инфт-шек. Что тут? Хотел я сегодня кроссовки получить от Степен на Бинансе, но все зависло. И не повезло. Ребята, которые отхватили за 200 баксов, продали сразу же за 4000, рассказывали с этим кроссовки. То есть 20 тиксов сделали. Здесь подборка у меня также тех предложений, которые там можно каждый день майнить. Перспективные монетки. Здесь рассказываю про второй этап аирдропа, который уже по первому заплатили. Тоже монетка очень интересная. И ребята, ну вы сами знаете, что очень редко там платят проекты, которые там 90% там что-то выдумывают, что-то у них не получается. А есть те, которые заплатили сразу. Эта монетка торгуется, уже ее можно продавать. И самое интересное, что ее можно стейкать. Она даже на автомате, там автостейк. И там какие-то бешеные проценты в год получаются. Естественно, не знаю, как дальше она будет развиваться. Но, тем не менее, здесь в моменте можно заработать. И дай бог, как говорится, пусть развивается. Потому что биткоин тоже когда-то стоил 2 копейки. И там пиццы покупали за 10 тысяч биткоинов. Здесь вот марсоход у нас можно запускать. Тоже интересное такое приложение. Просто скачиваете, запускаете марсоход. Он вам майнит эти монеты. Монетка тоже будет в ближайшее время листиться на бинансе. Это тоже очень интересно. Пока вы можете... По сути, это как нода, которую вы запускаете. Ну и такой игровой процесс. Здесь вот тоже интересный от биржи. 35 баксов. Тоже биржа, да. После 31-го обещает там выплаты включить. Выводы. И тоже, опять же, смотрите, стейкинг. Всеми нами любимый. Это пассивный доход. 521% в месяц. То есть не в месяц, а в год. Естественно, это в начале такие проценты. Поэтому всем советую сразу заходить именно в начале и зарабатывать именно на таких проектах. И тут еще очень много всяких. В общем, смотрите, ребята, не буду затягивать видео. Давайте поучаствуем в конкурсе. Напишите самое прикольное название монеты. Разыграю, как только наберется 50 комментариев, 50 лайков. Подписывайтесь на мои каналы. Смотрите другие видео на моем канале. Там тоже много очень интересных видео. И до новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова